Придать огласки и отменить. Лидеры национальной платформы «Женщины за мир» из Одессы, Харькова и Киева подали иск в окружной административный суд столицы с требованием признать незаконную принудительную вакцинацию. Кроме того, народный депутат Наталья Королевская отметила, что принятые властью ограничения по пользованию общественным транспортом без сертификата о вакцинации, а также отстранение от работы невакцинированных сотрудников без сохранения зарплаты абсолютно недопустимы. Мы за то, что надо защищать себя и нужно вакцинироваться. Но как сделала Грузия, как сделала Америка? Они от 60 до 100 долларов платили за каждую дозу вакцины, кто захотел вакцинироваться. У людей была финансовая мотивация, кто-то вакцинировался и пошел, хотя бы еды купил, кто-то купил необходимых вещей. То есть каждый тратил эти деньги, то, как он считал нужным. Мы через суд докажем, что это антиконституционно, незаконно и эту обязательную вакцинацию обязательно обменим. Всемирная организация здоровья рекомендует вакцинацию как единственный эффективный способ защититься от тяжелых последствий коронавируса и прекратить пандемию. По словам главы Кабинета министров Украины, установление красных уровней эпидемической опасности стимулирует украинцев вакцинироваться от COVID-19, поскольку жесткие карантинные ограничения бьют по национальной экономике. Мы обратимся к суду с позовом стосовно признания против права и нечинного ряда положений постанови Кабинета Министров 12.36 от 9 грудня 2020 года, соответственно, внесенных до него изменений, которыми обмежено право и конституционное право вольного пересувания по Украине без медицинских документов, а также стосовно порушенного конституционного права на работу. Организация «Женщины за мир» призывает всех граждан Украины, права которых были нарушены при постановлении о принудительной иммунизации от коронавируса, присоединиться к иску в качестве третьих лиц на стороне ИСТА без собственных требований, с целью большего распространения и резонанса дела, дабы защитить интересы каждого украинца. Мы за добровольную вакцинацию. Мы считаем, что все, кому необходимо провакцинироваться, обязаны просто это сделать. Потому что сейчас другой защиты человека и человечества нету, кроме вакцины. И мы должны понимать, что все это находится в руках людей. То есть люди сами принимают решения, но в то же самое время это все должно быть добровольно. Отмечу, украинское правительство разрабатывает механизм выплат, обещанный президентом Зеленским тысячи гривен за вакцинацию против ковида. Деньги за прививку граждане Украины смогут получать с 19 декабря. Такую инициативу в офисе президента аргументировали тем, что это не только привлечет людей к вакцинации, но и одновременно станет поддержкой сферы услуг, которая больше других пострадала от пандемии.